Доброе утро, дорогие друзья! И с вами на связи Иванова Лариса. И как всегда по понеделикам мы открываем неделю. Я очень хочу, чтобы вы сегодняшний день прочувствовали в бодрости, в хорошем настрое, который даст вам запуск на целую неделю. И сегодня мы еще раз с вами поговорим об успехе. И напишите, пожалуйста, что для вас слово «успех». Как вы это понимаете? И жду обратной связи. Что же такое успех? И очень часто, когда мы говорим «успешный человек», «успешные люди», у нас как-то подразумевается, что успех – это всегда деньги в кошельке, в первую очередь. На какой машине приехал человек? Вот он успешный. Почему такое впечатление? Я думаю, ответ он сейчас тоже будет. Да, здравствуйте, Алла, здравствуйте, Александр. Всем доброе утро, Вера, Людмила, Сергей, Галина Тесленко, Антонина. Всем доброе-доброе утро. Итак, что же для кого успех? Поделитесь, пожалуйста. Кто-то скажет, что успех от слова «успевать», да? Но что «успевать»? А являются ли деньги единственным показателем успеха? Удовлетворение от того, что сделал вот для Сергея успех. Да, хорошо, хорошо. Я думаю, что вот успех – это все-таки стремление к гармонии. То есть быть не только в кошельке богатым, а вообще быть богатым во всех сферах жизни, быть богатым и финансово, и духовно. Именно поэтому мы должны, конечно же, много думать о своих мечтах, планировать свои цели и знать, куда мы идем. И подобно тому, как мы стираем пыль, точно так же очищать время от времени свои мечты, которые тоже зашлаковываются, тоже их нужно обновлять, делать альбом мечты, работать с коллажами. Я вот вчера слушала Вадима Тесле, Вадима Темченко, есть такой вот бизнесмен по финансам. И вот он тоже показывал, как у него дома висел коллаж, где были все его мечты, какая машина, куда он хотел поехать, его семья. И он говорит, практически все сегодня осуществилось. Это одно из действий, которые мы должны делать. Мы с вами как-то говорили, помните, колесо успеха, из чего это состоит. И сегодня, сегодня мы еще раз коснемся темы, но немного в другом ракурсе. Есть интересная притча. «Я хотел бы иметь больше земли», — сказал мне однажды Мула Насредин. «А зачем?» — спросил я его. «Я бы завел больше коров», — ответил он. «И что бы ты с ними сделал?» — просил я. «Продал бы и выручил денег». «И на что бы ты их потратил?» «Купил бы больше земли». «Для чего?» «Чтобы завести побольше коров». Знакомо, земля ради земли, деньги ради денег. Но когда дело доходит до жизни, то получается, что многие люди не живут, а проживают свою жизнь в крысиных бегах и повседневной рутине. Ну и многие из нас с этим сталкиваются. Мы видим в жизни наших других знакомых, у которых работа, дом, поспал, проснулся, поел, поехал, работа, дом, работа, дом, да, и вот такое вот колесо. Но наше колесо жизни — это все-таки гармония. И для нас успех — это действительно гармония, это успех в разных областях жизни. И вот для этого, вы уже знаете, есть такая методика, которую мы сегодня коснемся. С помощью этой методики вы видите, что есть разные сферы жизни, и очень важно цели писать не только там финансовые или не только там в любой какой-то области, а именно все это совмещать, гармонично совмещать и работу, и отдых, и образование, и семью, да, идти навстречу ко всем своим целям. И иметь вот такую вот растяжку, то есть чем больше мы хотим успеть, да, тем больше мы пишем цели в разных областях. И человек, который, чем больше он занят, ну, как правило, он больше и успевает. Поэтому с вечера уже планируем свой следующий день. И вы все знаете, что есть цели для этого, и краткосрочные, и долгосрочные, да, и планируем так, чтобы на все хватило и времени, и энергии, чтобы тот, кто находится еще в тупике, чтобы он начал действовать и вышел из этого состояния. Поэтому всегда мы можем, совершенству нет предела, да, и действовать, и шагать в том направлении, чтобы исключить какие-то моменты, которые нам мешают, и идти навстречу к нашим стремлениям, к нашим целям. Поэтому обязательно нужно работать, если вы хотя бы в каких-то сферах чувствуете, что нужно доработать, что не живете еще полной жизнью. Очень важно понять и увидеть, какие наши сферы являются самыми слабыми, а какие сильными. И вот в чем секрет? Дело в том, что, оказывается, не может человек быть успешным абсолютно во всех целях так, что если какая-то из этих целей хромает, а остальные все вот у него успешны. Не бывает. Дело в том, что если идет какая-то слабинка, хоть в одном секторе, то это тянет за собой и другие сектора. Правильно? Ну вот, допустим, если мы опять-таки будем говорить о друзьях окружения, к примеру. Друзья, как влияет на нас наше окружение? Ну не случайно, да, мы с детства знаем, что с кем поведешься, от того наберешься. И мы очень важно, чтобы себе выбирали осознанное окружение, которое так же стремится, как и мы, к гармонии, которые так же стремятся быть успешными, чтобы не просто прожить день в крысиных бегах, а чтобы чего-то в этой жизни достичь, чтобы оставить для себя, после себя какой-то вклад, принести свой вклад в наследие и для своей семьи, и вообще для этого мира, и для окружающих, родных и близких, друзей и так далее. Если этого нет, то о какой, например, можно говорить яркости жизни, о каком личном развитии, духовном развитии, все взаимосвязано. Если у нас, друзья, все будут бедные, бедные духом, да, бедные кошельком и так далее, то какие у нас будут финансы и достаток? Какая у нас будет бизнес, карьера? Если же мы говорим о деньгах, да, деньги всегда даются на цель, и люди с бедным мышлением никогда не находят денег на то, чтобы улучшать качество своей жизни. Не случайно столько даже местописаний в Библии, вот я тоже слушала, и, наверное, многие знают такую притчу о талантах, где сказано, серебро моё ты должен был отдать торговцам, чтобы я мог получить прибыль мою, а ты закопал таланты, да? То есть Господь поощряет тех людей, которые приумножают таланты, и таланты – это не только таланты в плане способностей, это более многогранно. И если ты что-то получил, то ты должен дать этому прорастание, именно как зерно. Поэтому вот мы с вами в этом плане на правильном пути, да, то есть мы сеем, и мы именно действуем так, как учит Библия, яркость жизни. Напишите, пожалуйста, что для вас яркость жизни, как вы это понимаете? А я пока скажу своё мнение. Для меня яркость жизни – это исполнение моих целей. Вот когда я то, к чему стремлюсь, и я этого достигаю, и сам даже путь к этому, вот интересный путь, насыщенный какими-то приключениями, волнениями, яркими эмоциями, для меня это действительно яркость жизни. Что для вас является яркостью жизни? Да, мы всегда говорим, если у кого-то проблемы со звуком, со связью, вначале перезагрузите, потом уже пишите вопрос. Итак, и друзья, и финансы. Как финансы могут влиять на остальные сферы жизни? Зависит от финансов яркость жизни? Безусловно. Ведь путешествие – это яркость жизни. Ведь подарки нашим близким, сюрпризы – это яркость жизни. Когда мы что-то покупаем классное для наших родных, близких, когда мы что-то себе позволяем. Конечно же, это касается всех сфер. Если мы будем говорить спорт и здоровье. Некоторые говорят, здоровье за деньги не купишь. Но кто с этим согласен, поставьте плюсы. Кто не согласен, поставьте минусы. Я, например, считаю, что это глупо, глупо так говорить. Или как некоторые противопоставляют. Пусть я буду бедным, зато хорошим, добрым, честным. А зачем вообще такие противопоставления? А что, нельзя стремиться к гармонии? Нельзя стремиться к тому, чтобы быть богатым и финансово, и духовно? Конечно же, и нужно. И если говорим о здоровье, то, извините, но именно за деньги мы покупаем качественные продукты питания. Правильно? Именно за деньги мы покупаем качественную натуральную продукцию. Именно за деньги, вот у меня в доме стоит система очистки воздуха, система очистки воды. Это стоит хороших денег. Там пылесос с парогенератором, посуда для качественного приготовления пищи. Это стоит денег. Именно за деньги мы можем качественно отдыхать, путешествовать, получать какие-то положительные эмоции, оплачивать тот же тренажерный зал, ходить в фитнес-клубы, на танцы, то есть заниматься, чем мы хотим. Скажите, это стоит денег? Конечно же, сегодня любое самообразование, любой, вот все, что мы видим здесь, любой сектор, он, конечно же, тоже связан с деньгами. Поэтому и очень важно именно стремиться к тому, чтобы подтянуть все наши сферы. Потому что если мы сейчас, ну, каждый, может быть, кто-то еще не делал, а кто-то делал и начал действовать, потому что у нас уже как-то было это задание. И проверьте, пожалуйста, что у вас в тех моментах изменилось. И поставьте абсолютно объективно сами для себя цифру, насколько вы удовлетворены в том или ином секторе. Это будет ваш показатель. Где-то это будет пятерка, где-то это будет девятка, где-то, может быть, двойка. Вот поставьте во всех сферах себе ту циферку, которую вы объективно видите в своей жизни, которую вы чувствуете. Можно, конечно, это раскрасить и разными цветами, но если у вас ручка просто в руках, значит, обведите вот такую шестереночку, далеко не симметрично, и можете просто ее по-разному раскрасить, разными штрихами, точечками, полосочками. И вот эта вот шестереночка, она смотрит на вас и говорит, я стремлюсь к гармонии. Позволь, я помогу твою жизнь сделать более успешной. Вытяни, подтяни слабые стороны, возьми это на вооружение и поработай именно там, где у тебя сегодня самые слабые места. И, ребята, вот сейчас я хочу вам дать новое задание. Пожалуйста, в тех сферах, особенно, которые у вас хромают, прямо сейчас возьмите и выпишите ограничивающие убеждения, которые привели к этому. Это ваши сомнения в себе. Это могут быть какие-то неправильные слова, которые привели к этому. А мы ведь знаем, что мысль, она материальна. Мы знаем, как слова действуют на, даже мысли действуют на нашу жизнь. А когда мы что-то произносим, когда мы что-то прописываем, почему мы говорим о коллажах? Потому что визуализация, это работает. Есть такие духовные моменты в жизни, которые научно доказаны, что они работают. Поэтому визуализируй, приклеивай картинки, которые тебе нравятся, произноси те слова в своей жизни, которые тебе помогут быть успешными, а не наоборот. И, допустим, если у кого-то сфера там, ну, семья, к примеру, хромает, да, прямо вот пишите, что именно вас беспокоит. Например, я думаю, что дети ко мне необъективны, неблагодарны, они меня не ценят, не любят. Ну, к примеру, да. Или у кого-то, что еще, не так идет бизнес. Не так идет бизнес, и человек говорит. Вот мне недавно один молодой человек сказал, я думаю, что на меня не пойдут люди, потому что я молодой и не вызываю доверия. Это у вас уже есть жизненный опыт, у вас большие связи, вас многие знают, вы там себя зарекомендовали. Вот что это такое? Это ограничивающие убеждения, да. А кто-то наоборот может написать, что возраст, из-за этого на меня не идут там молодые люди, потому что молодые люди хотят быть с молодыми, а я уже там пенсионер, и из-за этого у меня проблемы. Вот противоположно ограничивающие убеждения, да. Я не могу там сколько-то, допустим, финансы. И кто-то пишет там, к примеру, я не могу подключать там столько-то людей в месяц. Почему? И он начинает искать оправдания там. У меня нет офиса, там мне не помогает семья. Да, друзья, но мы-то сами знаем, что это всего лишь оправдания, это те же ограничивающие убеждения, которые как шлаки зашлаковывают наш мозг. Потому что я лично знаю людей, у которых вся семья в бизнесе, но они хотят быстрее развиваться, нежели это на самом деле сегодня. И в то же время знаю людей, и многие из нас знают, которые один в семье этим занимаются, у него все прекрасно и достигает высот. Конечно, когда это семья, вот это прям вообще здорово, я двумя руками за, но тем не менее не нужно ставить себе ограничивающие убеждения, если это не так, да. То есть, или, допустим, там у меня нет яркости жизни, у меня нет времени на отдых, на хобби. Это опять твои шлаки. Там духовный рост, я не нахожу времени на работу с духовным ростом, там, может быть, чтение Библии, может, еще там какая-то работа над собой, там, или у меня не то окружение. Вот пишите. Вот в своих слабых секторах, я сейчас слух просто подсказки говорю, чтобы не было пауз, но вы говорите, прям вот пишите, что в каком секторе у вас слабо, вы прям пишите, вот что вы считаете служить этому, кто виноват, да, в чем проблема. И прям вот пишите свои такие вот мысли вслух. Там у меня нет опыта, нет единомышленников поддерживающих, там у меня нет финансов в том или ином секторе, чтобы выбиться вперед. Поставьте плюсы, кто пишет. Финансы дают новое качество жизни, да, конечно, конечно. Но самое главное, чтобы мы не зацикливались ни на чем, вот прям вот, знаете, вот финансы, финансы, только вот деньги в глазах, да. Мы понимаем, что это важная часть жизни, и финансы – это средство для достижения целей. Поэтому вот часто люди из христианского мира, они прям плохо относятся к деньгам, и прям деньги для них зло. Ну, зачем тогда это зло предлагается нести в церкви? Вот вопрос, да. Вот поэтому на самом деле в руках какого человека они служат, вот тому и будут они служить, добро или зло. Итак, все пишут, написали ограничивающие убеждения свои, да? Ребята, написали, что нам мешает сбалансировать нашу шестереночку и подтянуть ее так, чтобы она действительно была кругленькая, чтобы наше колесо жизни прекрасно катилась к успеху, к нашим достижениям, да, то, о чем мы мечтаем. Вот сейчас у нас прекрасный промоушен. Ребята, это касается вот тоже всех сфер жизни, потому что промоушен от нашего спонсора, Елены Назаровой, это приглашение поехать в Таиланд, это необыкновенное место, где вы просто насытитесь настолько энергетически, где вы увидите такие красоты мира, вы просто будете летать на крыльях. А еще общение с таким человеком, как Елена Назарова, когда вы можете непосредственно задать любые вопросы, получить консультацию личную, многому-многому научиться, разве это не цель, разве это не мечта, да, и выполняя один промоушен, одновременно выполняются там и другие промоушены, там и Андрей Таран поддерживает, да, еще и у нас до 30 августа промоушен от компаний. И в любом случае, даже если ты в себя не веришь, или даже если ты этот промоушен не выполнишь, но разве ты проиграешь? Ты не проиграешь, потому что ты действовал, потому что ты шел на пути. В любом случае ты заработаешь деньги, это как минимум. Программа даже как минимум, она будет выполнена. Поэтому, ребята, конечно, мы не стоим и идем на пути. Итак, мы подтягиваем те наши слабые места, да, работая над тем, что у нас не удовлетворяет. И далее домашнее задание, конечно, написать действия, написать цели. Что же делать с этими ограничивающими убеждениями, которые вы сейчас написали? Ребята, просто сжечь их, просто сжечь и сказать себе, почему это ложь, почему это неправда. Вот напротив каждого этого пункта сам себе сейчас ответь, почему это неправда, что из-за возраста на меня не идут люди? Почему это неправда, что там мои дети необъективны, меня не ценят и так далее? Это неправда. Почему это неправда, что я не могу подключать столько людей в месяц, сколько я хочу? Почему неправда, что я не имею свободного времени, денег, чтобы там приобрести для себя что-то, чтобы заниматься чем-то любимым? И все ваши ограничивающие вот эти убеждения скомкайте прямо сейчас, скомкайте, это ваши враги, бросьте их в раковину и сожгите. А еще лучше, если вы это сделаете еще и при ком-то. можете это упражнение сделать и со своими близкими, с кем вы хотите, и потом это все так вот прилюдно обязательно нужно сжечь и поставить себе цель, поставить себе новые цели. То есть мы вытерли пыль, мы убрали все шлаки, и наша цель – это действительно быть успешными во всех сферах жизни, успевать идти именно к балансу, в гармонии. И, друзья, у меня сегодня для вас ну такой вот еще сюрприз. Сюрприз сейчас. Я хочу познакомить вас с одним человеком, с которым я недавно подружилась. Это человек, который является бывшим тренером сборных команд по настольному теннису, чемпион страны. И если мы сегодня с вами говорили о различных секторах, то я хочу сейчас буквально несколько слов ему дать на тему здоровья. Вы готовы? Вы готовы? Поставьте плюсы, кто хочет познакомиться с нашим гостем. Плюсики, пожалуйста, в студию. Я вас немного заинтриговала, но я думаю, это очень интересно, когда у нас еще гости. Итак, пожалуйста, Горгий Фролов. Здравствуйте. Я хочу сказать очень просто, что жить в нашем мире надо, конечно, по каким-то правилам. И если их, ну, с детства лучше, ну и потом научиться ценить время. Ну как ценить? Ну, вставать в одно и то же время, допустим, утром не в разное время. Ложиться в одно и то же время. Кстати, если вы ложитесь после 11 часов, то мелатонин вырабатывается хуже. Засыпаете вы не так хорошо. И самое главное, что вы начинаете спить. Ну, сон ведь он не одинаковый. Он сначала легкий такой сон, потом глубокий, потом опять легкий. Вот. Так вот, начало сна очень важно. Надо ложиться в один час в спать. Для тех, кто не знает, что такое мелатонин? А, мелатонин, мелатонин это здоровье, это витамин счастья и успеха. В общем, это такое, не знаю, слово. Гормон радости, гормон молодости, гормон жизни. Да. Вот. Это надо учитывать. Конечно, сразу к этому прийти трудно, но постепенно. Я не говорю, что сразу с завтрашнего дня начнут делать. Так не бывает и не получится никогда. Вот. Надо постепенно приходить вот к такому ощущению, что ты можешь это сделать. Можешь. И тогда получится обязательно. Если захочется. Вот. Мне 77 лет. Вот. Я бывший тренер по теннису настольному. Вот. Ну и сейчас я никому не проигрывать, не люблю проигрывать, ни в чем. Ну, особенно, конечно, в своей любимой игре. Вот. И я скажу вам одну вещь. Самую простую. Милые мои, жизнь, она очень короткая оказывается. Одно мгновение. Ты уже седой и, в общем-то, понятно, да? Все это. Поэтому спешите жить. Спешите делать добро для себя. Обязательно для себя. И для окружающих. Когда получается у вас что-то, то люди тянутся к вам. Вы стройные, вы как-то одеты интересно, со вкусом. Ну, что еще? Вы сами удовольствие до того получаете. И окружающие тоже тянутся. Подарки делать кому-то. Себе подарки надо убить. Но и окружающим точно. Это важный момент. Не забывать, можно даже выписать дни рождения всех, кому надо поздравить. И иногда заглядывать туда. Вот приближается день кого-то. Хотя вы просто поздравите все. Но можно что-то какое-то придумать, какой-то маленький сюрприз. Это не важно сколько вам будет стоить этот сюрприз. Важно внимание к человеку. И тогда вы будете желанны в любой семье, если вы дружите с кем-то. Конечно. Георгий, можно вопрос. Вы такой яркий показатель того, что биологический возраст не соответствует паспортному. Это мое личное мнение. Потому что с Георгием мы познакомились во время утренних пробежек, во время купания в роднике. И Георгий это человек, который имеет силу, который имеет пресс. Скажите, пожалуйста, как вы начинаете свое утро? Ну, сейчас лето, я встаю рано, в 5 часов примерно. А ложитесь? А ложитесь в 11 всегда. Так. Вот. Ну, вот вы говорите, как вставать рано, конечно, должна быть открыто окно или форточка, что все же воздух был в комнате, где вы спите. И кондиционер, не знаю, работает, ну, сейчас ночью прохладно. Вот. открытая форточка, да, вы должны спать на удобной постели, удобной области. Лучше, конечно, если это ортопедическое что-то, вот, которое ловит ваше тело, понятно, но это последние разработки, последние 10-15 лет в мире. Это здорово, тогда вы высыпаетесь лучше, но спать надо обязательно, но желательно, не на спине, храпанье, будни, спать надо на правом боку, или с левого сердца, но не на нем спать на левой стороне, на правом боку, вот, и еще, если я захочу, в общем, быстро уснуть, у меня целый комплекс подготовителей каких-то вещей, вот, каких, их, ну, во-первых, перед сном надо, я не знаю, я иду и в холодную воду и ноги, вот, сполосну немножко, вот, в беде, и тогда, и мыло немножко так, в общем, мою ноги перед сном в холодной воде, вот, сон приходит быстро, что еще, никаких, вот, завтра на то сделать, это сделать, вот этого перед сном не надо об этом делать, то есть расслабиться полностью, утро, вечер мудренее, мудренее, поэтому все эти, вот, завтрашние, после сна, вообще дела все надо оставить как-то за бортом своих ощущений перед сном, это важно, потом, конечно, комфорт, это я еще раз говорю, чтобы воздух был в квартире, свежий, чтобы вы с удовольствием готовились ко сну там, ой, забыл это сделать, ой, надо что-то написать еще, ой, я забыл, вот это вот, вот почему мы забываем что-то, потому что вы делаете, ну, как вам сказать, ну, не всегда правильно или точно, надо одно и то же делать в одно и то же время, режим такой, да, режим, режим сна, режим там, вот, даже, например, если вы утром один раз поели в 8 часов, а другой раз в 11, а треть, так нельзя, конечно, нельзя этого делать, надо есть в одно и то же время. Какие рекомендации по питанию? По питанию рекомендации самые простые, с утра надо, конечно, поесть, поесть, вот. Все поели? Да, лучше какой-нибудь кашу, гречневую, только хорошую, не каких-то там это, я сегодня гречневую хорошую поела. гречневая каша, вот, овсянка, это, ну, там, кто любит, не знаю, пшено, вот, если сыр туда добавить, это прекрасное, ну, менять, конечно, не все время, овсянка, 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 вот, это важно, и еще надо делать себе маленькие, ну, как бы, подарки такие, ну, вот, вкусные, ну, например, овсянка надоела вам, да, а если туда изюм положить, или чернослив, орешки, да, орехи, чтобы такой добавить, вот, конечно, соль добавлять, или сахар, не надо, соль и сахар, это наши враги, ну, по поводу движения, несколько буквально слов, движения, я скажу вам просто, если вы вышли чуть раньше, куда вы хотите прийти, то одну-две остановки, ехать на транспорте не надо, надо прийти пешком, потом, надо, конечно, двигаться не спеша, в удобные обуви, чтобы нигде не перетянуло, вот там, вот мне талия сейчас и перетяну, нет, вот удобная одежда, удобная, ну, полуспортивная, спортивная одежда, она подчеркивает вашу статность, ну, не знаю, убирает лишние годы, это очень важно, вот, стиль одеваться, я скажу, что, как попугай, конечно, если ты зеленую майку оденешь, красную юбку, это кошмар, вот, это надо учиться, не знаю, в двух словах сказать, надо одеваться однотонно, что вам идет, знать, и, конечно, ну, любимые вещи одевать чаще. В общем, любить себя. Да, любить себя. Георгий всегда говорит о том, что нужно любить себя, приобретать для себя все самое лучшее, ничем себе не отказывать. Никогда не отказывать себе, ну, не знаю, какой-то шоколад, не знаю, шоколад, сколько можно шоколада съедать, да, сразу, одну дольку, ну, плитку съесть, ну, и что такое? в хорошем смысле, любить себя, использовать то, что не будет вредить нам. Любить себя, это не значит, что потакать себя во всеми, во всем. Нет, конечно. Только в том, что идет на пользу, да? Ну, не так даже. А потакать себе, если очень что-то хочется, а почему бы нет? Ну, в меру. Вот смотрите, даже если человек любит выпить, ну, если это хороший какой-то напиток, вот, какой-то абсолютно великанер, французский, французский, хэммис, конечно, но сколько, ведь не важно, как ты пьешь, сколько, если это немного, 30-50 грамм, ну, это на пользу просто человеку, вот, расширяются сосуды, все, но если ты стакан сразу, а потом еще второй, как, запиваешь пиво, ну, это беда. И последний вопрос. Знаю, что вы очень дружите с водой. Ну, вода это, мы вышли из воды, все живое вышло из воды, вода это, это жизнь, да. Я по утрам у нас на набережной, парамонавские склады, там родники, и там, после разминки, растяжки, вот, на набережной, там чистый воздух, сюда, вообще, набережная, это чудесное место, просто, это сад настоящий, сделали перечень рата мира, и так теперь продолжают ухаживать за этим местом, это просто, я не знаю, вот, очень место удивительно. Вот там, например, на парамонском, есть родник, он ухоженный, там есть такая канава, такая, ну, чистая вода, ему и там, после разминки, растяжки, вот, плава. Ну, если это не всем, конечно, возможно, доступно, у нас сейчас присутствуют люди, вообще, даже с разных городов, они не приедут на парамонавские склады, у себя дома там где-то что-то, да, находите любые летом, лучше живые родники. Если нет вот такой воды, как у нас, там, в Ростове, да, рядом, там, с надриной, то можно просто вода утром после разминки, душ принять, прохладной водой, вот. Я говорю, что встал сразу, ноги помыл, сразу, тогда ощущается такая бодрость, вы сразу, как бы, начинаете день не сонного какого-то состояния, а уже вы, вы бодрый такой человек, и это интересно. Спасибо большое, да, у нас в гостях сегодня был Георгий Фролов, человек мудрый, который многого в жизни, да, успел, и его молодости можно действительно позавидовать в хорошем смысле. Я что делать? Ребята, поэтому делаем упражнения, ходим не меньше 10 тысяч шагов в день, принимаем контрастный душ, плаваем, занимаемся собой, любим себя, и идем побеждать в этот день. Друзья, желаю вам больших побед и успешного дня. А с вами на связи были Иванова Лариса и Георгий Фролов. До новых встреч! Субтитры подогнал Иванова Лариса и Георгий Фролов.